Карантинные меры в стране продолжают смягчать. Открыли железнодорожное сообщение. Передвигаемся только пока внутри страны. Сегодня расскажу о всех санитарных нормах, как обезопасить себя в поездке, что важно взять с собой, ну и как себя вообще вести. Зайцем пропустите? Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, конечно. Зайцем не пропустите? Нет, нет. Кстати, сейчас вообще не провожающих, никого лишних нет на перроне, только тот пассажир, кто едет. В общем, сегодня проверим. Здравствуйте. Поехали. Вот здесь тоже полоски сделали. Слушайте, ну ленточки-то можно убрать и сесть, в принципе. Даже сейчас людям не говоришь, что они сами уходят. Боятся. Да, боятся. На вокзалах сегодня изменилось многое. Заменили все кондиционеры, появились карантинные уголки. Это зона изоляции для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кафе и столовые пока не работают. Кстати, парковка в период карантина бесплатная. Не нашла я на вокзале ни таксистов, ни привычных помогаяк с билетами да с багажом. У нас на вокзале таких нет. Да? Давно? Я работаю два с половиной года, и до этого не было, и сейчас нету таких. Мы сразу же пресекаем. В Алма-Ате, в Чемкенте, может быть, есть, но это же столица же. Никакие таксисты. Вовнутрь их мы не запускаем. А тем более, по постановлению, там написано четко, человек, у кого есть билеты, он только заходит. Собираясь на вокзал, помните, сейчас провожающих сюда не запускают, поэтому берете с собой багаж, себя, проходите через металлоискатель, улыбаетесь еще раз. Если вы пищите, забираете свой багаж, здравствуйте, и обязательно у вас проверят температуру. А почему вы вот девушку не проверили, а меня проверяете? Проверила? Проверила? Вы не видели просто. Если у вас 36,1, то все нормально, идете дальше. А если нет, то тогда вас увезут под белые рученьки. Да-да, и увезут вас для начала вот в такой медпункт на обследование. Вы проверяете горло, ухо, нос? Да, ухо, нос. Потом, если подозрение будет на коронавируса, это вызываем обязательно скорую. Вы ошибиться же тоже можете. Головная боль может и от вируса быть, а может быть и простой. Если вот здесь общественное место, если подозрение бывает, сразу мы отправим. А у вас здесь нет возможности сделать какой-нибудь экспресс-тест или вообще никакой? Нет. При повышенной температуре вас просто госпитализируют, и не важно, что поезд уйдет через пару минут, и билет пропадет. Что же делать пассажиру в таких ситуациях? Он может написать заявление в этом случае. Нам уже дальше будет уже, специалисты будут решать, как поступить с билетом. Но вы пока точно не можете ответить, вернут ли человеку деньги или нет, да? Пока точно не могу с вами. Непонятно. То есть до первого случая, как говорится, да? Там разберемся, как действовать, да? Да. В общем, перед путешествием на поезде лучше позаботиться о своем здоровье самим. А в пути о нас позаботятся санитарные службы страны. Мы сделали акцент только на соблюдении дезинфицированного режима, усиленного. То есть ношение масок, соблюдение социальной дистанции, вход в ЖД вокзал только с билетами на первоначальном этапе. Установка санитайзеров в вагонах. Посадка в вагон происходит бесконтактно. Пассажир на расстоянии показывает электронный билет на своем смартфоне. Удостоверение личности. Приближаться больше, чем на метр к друг другу нельзя. При посадке, да, при посадке заходим. А потом, значит, опять все вместе в купе там. Там тоже надо как-то, да. Я вот пошла. Ну-ка, вот. Боится молодой человек, вот боится. Надо расстояние, дистанцию. Боюсь, что и разметки на полу в таких ситуациях не помогут. Плацкартный вагон – это же Connecting People. А билеты все проданы, свободных мест нет. Как людям соблюдать дистанцию в таких условиях? В таких условиях пассажир именно должен быть в этих средствах защиты. Потому что продаются все места. Мы продажа... Давайте скажем честно. Никакой дистанции вы здесь в вагонах соблюсти не сможете. Вы сидите в масочке, антисептические средства вы должны иметь. Ну, в вагоне они тоже есть. Сидеть постоянно в масочке, летом, в душном вагоне – то еще удовольствие, я вам скажу. Надеемся, с кондиционерами проблем не будет. Мы уже все это отремонтировали, все уже сделали, очистили. Старые вагоны тоже подшаманили, да, там с вентиляцией все. Все с вентиляцией, да, с кондиционерами сейчас уже. Плацкартный вагон. Тут, конечно, все очень же тесно, да? Только на своем месте, да, должен быть находиться? Сидеть только на своем месте. А ходить вообще нельзя? Ходить можно только в туалет, ну, по нуждам. И набирать чай. По новым правилам вот так вот передвигаться между вагонами теперь запрещено. Создавать очередь перед туалетом и толпиться возле титана с горячей водой вам тоже не позволят. Расстояние должно быть метр. Ну, смотрите, я вот с вами сижу, никакого ни полметра, ни два нет между нами. А есть как? Там яички вот это все, это же. Кстати, еды же сейчас, еду же можно с собой брать? Еду можно брать сейчас по ресторану, у нас ресторанов нету. Мы допускаем, да, чтобы какие-то пассажиры брали с собой еду. Когда будут четыре человека, да, ехать, соответственно, они там договорятся между собой, кто первый будет кушать, кто последний, да, по графику. Да и в купейных вагонах с вопросом дистанции не все понятно. Это очень сложно, да, соблюдать дистанцию, но, по крайней мере, как с вами думаете, в купе немножко безопаснее, да? Да, наверное. А может быть эти вернуть, как его, тесты делать, а? Вполне не надо. Мое пространство. Я купил билет, нижний билет, соответственно, это мое полное право, чтобы туда не садился другой пассажир. То есть купили билет на верхнюю полку, будьте добры, там, как воробей-то, все несколько часов и сидите. Да, да. У вас вот вторая полка, да? Да. Вот, идите на вторую полку, я дистанции соблюдать хочу. Вот как? Ну, правда. Давайте-давайте на вторую полку-то идите. На вторую полку поднимается. Понятно вам? Вам главный санитарный врач на транспорте говорит, занимаем места согласно купленным. Да, местам, да. Все. Хорошо, что сейчас каждый пассажир обязательно заполняет анкету, где указывает свои личные данные, чтобы в случае заражения коронавирусом вас, как контактных, было легко найти. А теперь о том, что будет, если у пассажира поднялась температура в дороге. Я беру градусник, удостоверяемся, меряем температуру. Если температура свыше 37, сразу мы изолируем этого пассажира, он остается на своем месте. Рядом контактирующих пассажиров мы переводим на свободные места, если не свободных мест, в купе проводника переводим. Если плацкартном вагоне, развешиваем простынь, обрабатываем ее в дезрастворе. Меняются маски все проводникам, в смысле этого вагона, и всем пассажирам. Будете ли вы бесплатно пассажирам раздавать маски? Да, будем бесплатно раздавать. У нас есть 100 масок специальные дали. 100 штук хватает? Каждые 2 часа же менять надо. Каждый пассажир имеет свои маски. Он должен сам это просчитать, куда ему ехать. Без маски вас, конечно, из вагона не высадят, но контроль обещают жесткий. Штрафовать будете без масок? Мы штрафовать не имеем права, но просто мы имеем право предупреждать, что без масок можем не пустить, но это на посадку. А штрафовать вас могут сотрудники специальных мобильных групп, которые будут устраивать проверки во время пути. Сначала будете предупреждать, да? Потом будете штрафовать. А спать надо тоже в маске? Спать не знаю, маски не надо. Эту маску мы выдаем в тех случаях, когда обнаружится вспышка болезни, мы должны обеспечить рядом контактующие вот этими масками. Главное, чтобы все эти расходы сейчас дополнительные перевозчика не легли на наши плечи. На бремя пассажиров. В итоге тариф будет расти. Запас антисептика тоже достаточно? Да, да, достаточно. Он только здесь? Только здесь. Пассажир подходит, может пользоваться антисептиком при присутствии проводника только. А, вот так? Это почему? Чтобы лишнего не накапало? Нет, не точно лишнего, потому что сюда пассажир не имеет права заходить. А в туалете, в общем, антисептики есть? В туалете антисептиков нет, там есть жидкое мыло есть. Ну, у каждого пассажира должен быть свой, дорога. Вообще все свое, сказали, нечего. Ибо вот, билет купили, все с собой берите. Еду с собой, вагоны ресторана не работают, масочки с собой еще по несколько штук и антисептики с собой. Правильно все поняла? Да. Все. Пойдемте в купе. Этот вагон купе, или все-таки билет этот тут подороже, может быть здесь как-то антисептики есть точно. Ну и здесь мы их не нашли. А почему не поставить и в туалет? Ну это должно быть не в туалете. Дозатор должен быть именно в общедоступном месте. Вот как я думаю, он должен быть и в купе у проводника, и в вагоне, и в туалете. Нет? Слишком дорого. Позже директор филиала озвучила и еще одну версию на эту тему. Вы думаете, в туалете можно закрыться, а антисептик, ну просто своровать. У нас же люди очень часто все с собой почему-то в карман кладут. Мыло, салфетки. Вы поэтому в туалет не ставите антисептики? Да. Да. Да? Ну может быть такое. Я не могу сказать, что пассажиры воруют. Я этого не говорила вам. Ну люди разные бывают. Ну люди разные бывают, да. Поезда поедут, но вы должны понимать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, особенно в плацкартных вагонах. Как говорил наш первый президент Наштан Абещич Назарбаев, когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы будем вместе соблюдать вот это все, тогда я думаю, что и это мы и пройдем. Враг не пройдет. Да. Слушайте, на такой ноте нужно просто взять и закончить этот выпуск программы «Проверено». Будьте здоровы, берегите себя и счастливого пути. Спасибо. Продолжение следует...